Здравствуйте, это проект Первый видеоавторынок, меня зовут Ян Семаков. Автомобили марки Lexus являются очень популярными машинами в нашей стране, потому что они очень надежные. У них, в принципе, приемлемая цена на фоне конкурентов. И машин таких у нас много. Соответственно, у нас в салоне они тоже продаются. Вот как, например, этот Lexus RX300. Машина это 2002 года выпуска. Имеет стабильный спрос даже сейчас, когда автомобилю 12 лет уже. Ну, что про эту машину вам рассказать? В 2002 году ее привезли из Соединенных Штатов Америки. Здесь трехлитровый мотор, полный привод. Комплектация очень приличная. Вот даже сейчас, когда машины свеженькие выпускают, продают, такие комплектации встречаются редко. Поэтому, если даже вот вы возьмете такую, ну, по некоторым меркам старую машину, вы будете довольны, потому что есть, в принципе, все необходимое. Вот, и плюс ко всему, эта машина очень надежная. Вот, что мы имеем, значит, по состоянию. Здесь, как обычно, у неновых автомобилей есть незначительные сколы на капоте. Без этого никуда не деться. Незначительная царапка вот на крыле имеется. Вот, а так вот, как бы, ну, мы пробежались. Серьезных проблем нет. Ну, где-то вот максимум, что если есть, то вот такая же царапина, как на крыле. Это максимум. Вот, а в целом машинка выглядит замечательно для своего, опять же, возраста. У нас уже рестайлинговая версия, то есть фары, ну, немножко другие, нежели у первых машин. По форме все тоже самое, но вот внутренность другая. Здесь стоят галогеновые фары, что на ближнем, что на дальнем. Ну, вот, машина к нам пришла на зимней резине, оригинальное литье. Стекла здесь тоже все оригинальные, на лобовике трещин нет, брызговички имеются. И на заднем полугруге такая легкая-легкая тонировочка, она с небольшим зеркальным эффектом. Я так понимаю, что это все дело заводское. Ну, она прям легенькая такая, не очень сильная. Вот, ну и на крыше рейлинги присутствуют, и также комплектация нашего Lexus предусматривает электролюк. Он работает, все здесь по электронике в порядке, я вам потом покажу машину, заведу. Вот, задняя оптика тоже в идеале, я могу сказать, что полировка не требуется, все здесь работает. Ну и задний бампер тоже там без трещин, без царапин каких-то больших. Вот, по мелочи, конечно, это присутствует, но, знаете, вот, когда видишь машину, которая там 5 лет, а она вся уже в царапинах едет, такая избитая. Здесь такого нет, машина реально хорошая. Вот. Дверь пятая, вот она немножечко, видите, падает постепенно, но, в принципе, пока еще хорошо держится, то есть, через некоторое время можно было бы вот эти вот штуки заменить. Багажник. Здесь, значит, у нас тканевое покрытие, коврик оригинальный, можно его, в принципе, было бы похимчистить, вот, ну, вообще бы как новый был. Под полом у нас здесь удобное такое пространство, что можно мелочи разной накидать, и там у нас глубже уже запаска идет. То есть, здесь видите, как все прикрыто красивенько. Вот. Розетка 12 вольт, сумочка вот такая, лексовская, здесь прикрепленная, которую можно убирать, туда тоже мелочь какую-нибудь можно накидать. И здесь у нас стеночки тоже пространство для мелочевки. Вот. А что? Ну, в общем, все в порядке в багажнике. Шторочка присутствует. Вот и все. Смотрим салон. Салон у нас в светлых тонах. Он кожаный. Но вот как бы по состоянию кожи могу сказать, что неплохо она на самом-то деле сохранилась. Сзади, конечно, она получше выглядит, чем спереди, но в любом случае выглядит она хорошо. То есть, как бы, она качественная. Вот. Что у нас здесь? Подлокотник есть. Ковры лежат резиновые. Дополнительные воздуховоды есть для пассажиров. На двери у нас, опять же, кожаные вставки. Вставки под дерево из пластика. Стеклоподъемники здесь все электрические, с автоматическим режимом. И передняя часть салона. Смотрите на состояние кожи. Ну, в принципе, нормально. Как бы вот все равно ожидаешь, наверное, от 12-летней машины другого состояния, худшего. А здесь, здесь все нормально. Вот. Что мы имеем здесь? Значит, у нас передние сидения на электроприводах, как водительское, так и пассажирское. Подушки безопасности в сидениях спрятаны. В передней панели есть они. В общем, в плане безопасности здесь все хорошо. Вставки, опять же, под дерево из пластика. Так, так, так. Ну, вот, по комплектации у нас мониторчик монохромный выведен на панель. Там выводится информация о работе климат-контроля, о работе аудиосистемы. CD-диски читает магнитолка эта. Ну, вот, климат-контроль здесь установлен. Подогрев передних сидений. У автоматической коробки есть режим зимний, чтобы меньше машинка буксовала. И подлокотники для водителя и переднего пассажира есть отдельные. Здесь у нас подстаканчики. И интересное такое вот место здесь есть. Выдвижная такая штука. Опа. И стаканчики можно ставить. Вот, удобно достаточно. Выдвигаем. И у нас здесь еще и пепельница присутствует. Вот. Так, с этой стороны пока мы видим, да, круиз-контроль у машины есть под рулем. Вот, расположен рычаг. Руль кожаный и, опять же, со вставками под дерево. Вот. Ну и давайте пока с этой стороны мы смотрим. Удобно покажем, как работает электролюк. Два ключа у машины. Запустим мотор. Запускается хорошо. Вот, значит, открываем. Нажимаем кнопочку и все, самостоятельно происходит. Оп. Люк достаточно большой здесь. Вот. И обратно закрываем. Все. Вот видите, здесь люк работает. Ну, глушим мотор. Он нам не нужен. Вытаскиваем ключ. С этой стороны, что у нас интересного? Значит, руль у нас регулируется в двух плоскостях. Так, нет, в одной плоскости все-таки, да, по высоте. И имеет механическую регулировку. Поднимается, кстати, он достаточно высоко. Это, на самом деле, очень удобно. У некоторых современных машин руль также имеет регулировку по высоте, но крайне мало он поднимается. Как бы, поэтому приходится сидушку опускать очень низко. Здесь же сидушка у нас на электроприводе, как я уже сказал. Все это работает. Вот. Я поехал. Есть память на двух водителей. Память регулировки сидений на двух водителей. Система безопасности. Управление наружными зеркалами. Место для мелочевочки спрятано здесь. Что еще? Что еще? Ну, на двери, как обычно, кнопки управления стеклами. И в Lexus сделали очень удобную штуку, как обдув боковых стекол. Из передней панели воздух идет в дверь. Теплый воздух. И обдувает место, где вам нужно смотреть на зеркала. Это, на самом деле, очень удобно. Вот. Ну, на двери, как бы, вставки тоже из кожи. Само сидение водительское в порядке. В принципе, все нормально. Как бы, вот так придраться особо не к чему. Видно, что машина не новая, конечно же. Она уже поездила немало. Вот. Но в то же время видно, что за машиной следили. И, ну, на такой машине не будет приятно ездить и не стыдно кому-то показаться. Вот. Давайте теперь посмотрим подкапотное пространство. Мотор здесь трехлитровый. Очень надежный. В-образная шестерка. Мощность его 201 лошадиная сила. Конечно, немножко неудобно для российских автовладельцев, что 201 было бы. Там 199 вообще было бы круто. Ну, имеем то, что имеем. Мотор, как вы слышали, завелся отлично. Ну, так же отлично он и работает. По коробке проблем нет никаких. Эти машины очень-очень надежные. И это является одной из основных причин, почему такие машины популярны очень, в принципе, наверное, во всем мире. Во многих странах Lexus по продажам обходит и Mercedes, и BMW, и Audi. Вот. Как бы не просто так люди рублем голосуют. Вот. Здесь все в порядке. По ходовке тоже нареканий нет никаких. Машина обслуженная. Серьезных вложений она не потребует еще долгое время. Так вот, у нас теперь есть Lexus RX300. Машина 2002 года выпуска. С 2008 года она в России. Привезена с Соединенных Штатов Америки. 3 литра, полный привод. Отличная комплектация и очень хорошее состояние. Приезжайте, покупайте. Этот Lexus вас ждет по очень приемлемой цене. Объявление о продаже именно этого Lexus вы найдете на нашем официальном сайте вам1.ру. Также подписывайтесь на наш канал Первый Видео Авторынок на Ютубе. И находите нас в Инстаграм. Спасибо за внимание и всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова